Ярмарка была организована администрацией города и отделом предпринимательства и потребительского рынка. Были приглашены представители фермерских и крестьянских хозяйств из районов республики и городского округа. Подобные мероприятия устраиваются для того, чтобы жители города могли купить натуральные сельхозпродукты без консервантов и химии по ценам производителя. На рынке там, во-первых, продают как-то ходила ведрами, а мне оптом надо взять, ведер 20. Поэтому сегодня ярмарка пришла, чтобы здесь взять сразу и увезти. Въезд на территорию ярмарки был разрешен для удобства покупателей, а пенсионерам и инвалидам предлагалось такси с 50-процентной скидкой. Рядом с ярмарочной площадкой была организована небольшая парковка. Наибольшим спросом среди представленных на продажу овощных культур пользовался картофель. Его жители могли приобрести по цене от 17 рублей за килограмм. По словам предпринимателей, в этом году погодные условия негативно повлияли на его урожайность. Всего лишь там-то 4-4 тонны максимум уходит. А так давало 15-18 тонн. Но дождей не было. Сгорела вся картошка. Кроме овощных культур на ярмарке были представлены в большом ассортименте бахчевые, арбузы и дыни, выращенные в Солилецке. Яблоки, виноград и свежая зелень. На другой стороне ярмарочной площадки покупатели могли приобрести мясные изделия. Готовые полуфабрикаты оренбургского производства – говядину и свинину по приемлемым ценам. От 200 рублей. Мяс деревенское, не бекон какой-нибудь. Как сейчас у нас много комиксового мяса. Поэтому это уж чисто вкусное мясо. Напротив мясных отделов расположились площадки с пчеловодческой продукцией. Жителям города предлагался разнообразный мед. На любой вкус – цветочный, липовый, гречишный. От 1500 рублей за трехлитровую банку. Александр Чукин занимался пчеловодством с самого детства, помогая отцу. Сейчас он профессионально может рассказать о полезных свойствах меда и посоветовать каждому нужную ему разновидность. Каждый мед лечит от своих определенных болезней. В основном. Доник, скажем, для сердечек рекомендует. Гречневый на север берут. От анемии же кислорода не хватает. Но в этом году, по словам пчеловода, производительность меда из-за погодных условий снизилась. Потому что весь август был за 32 температуры. И пчелы практически с утра только работали. Высыхает нектар в цветке. С весны ничего было, хорошо. Дожди были. Все началось чудесно. А потом засушило. А липы листовертка свернула. Элеонора Кожахари начала заниматься выращиванием рассады и саженцев с детства, когда помогала родителям в питомнике. Садоводство считает не только интересным, но и полезным занятием. Так как сезон выставки саженцев в самом разгаре, продукция предпринимателя на ярмарке пользовалась немалым спросом. Народ спрашивает, интересуется. Особенно от ежевику много спрашивает. Клубнику, малину, яблони. Ежевика у нас хорошая, не колючая. Высокая она растет, как виноград. И гроздья не растет. И ремонтанная клубника есть. Яблони на карликовой подвойне скоростные до 2,5 метра. Черевичья есть, малина, смородина. Все есть. По мнению покупателей, ассортимент ярмарки, которая проходила на центральном рынке, был больше. Семья Факии Хабибулины живет в частном доме. Они сами занимаются садоводством, но посещают ярмарку каждый год для сравнения цен с рыночными. И делают выгодные покупки. Каждый год лук покупаем. У нас насчет лука, конечно, немножко проблема. Лук, урожая мало. И мясо покупаем, конину покупаем. Тут дешевле. Хотели купить пшеницу. Пшеницы нет. У нас свое хозяйство, куры есть. Хотела бы, чтобы это на следующий раз и пшеница была, и корм для животных. Для жителей и гостей города сельскохозяйственные ярмарки будут организованы несколько раз. Они пройдут на площади Советов 17 сентября, а также 1, 8 и 15 октября.